Всем привет, дорогие друзья! Рада видеть и приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Оля, я живу в Израиле. И это третья часть повествования, болтологических моих видео, в которых я рассказываю о наших нелегких и непростых временах, которые уже длятся более 40 дней. 7 октября у нас началось то, что у нас началось. И я немножко в двух предыдущих видео немножко рассказывала об этом и свои переживания, которые у многих откликнулись, и многие нашли какую-то поддержку в моих словах, хотя я, в принципе, просто хотела только рассказать. И говорила, что я вообще в большинстве своем делаю это видео для своих, потому что рассказывать все и передавать все, что мы переживали и чувствовали и так далее и тому подобное, каждому по отдельности, это немножко затратно и немножко энергозатратно, и немножко сложно. А тут я немножечко так скомпоновала, оказалось, помогла некоторым людям, которые переживают, может быть, что-то подобное, а может быть, совершенно другое, но некоторые нашли ответы на свои вопросы, и я этому очень-очень-очень рада. Значит, что все не зря, и то, что я делаю по зову своего сердца и души, в принципе, находит отклик у кого-то из вас, и это уже означает, что все это не зря, как говорится. Если ты помог хоть одному человеку как-то своими действиями или чем-то, то, что ты создал, это уже все не зря. Поэтому еще раз приветствую вас. Две части предыдущие будут залинкованы под этим видео в описании. И если вам интересно, если вы еще не видели, если вам хочется это посмотреть, послушать, то welcome. Сегодня я хочу немножечко подытожить, хотя подытаживать, подытаживать, нет такого слова, наверное, не очень-то и можно, потому что все у нас еще продолжается, и у нас еще очень-очень много пленных в плену. Это тоже, как будто, вы знаете, как будто мы в какой-то феодальный строй, я не знаю, если честно, куда мы катимся, и куда мы вообще, на сколько шагов назад человечество отскакивает, вместо того, чтобы нам как-то продвигаться, и как-то в светлое будущее идти всем мирным шагом. Мы что-то делим, друг друга режем, и друг друга ненавидим, и это вообще, знаете, чем дальше, тем хуже. И здесь Израиль, это, конечно, отдельная история, но давайте я постараюсь по порядку. Я хотела сказать пару слов о том, что происходит в нашей непосредственно личной жизни, в нашей жизни, в нашей семье, в семье Винокуровых, и немножечко так поговорить, несколько каких-то своих мыслей, каких-то своих видений и своих мнений моих субъективных, с которыми хотелось бы просто поделиться и как бы немножечко подытожить. Хотя еще раз скажу, что все еще продолжается. Сегодня у нас 23 ноября, я надеюсь, что завтра я выпущу это видео. Работа. То, что я хотела вам рассказать. Здесь очень-очень много людей осталось без работы или ушли в так называемый халат. Халат, это очень прикольно звучит. Это на самом деле очень интересно, потому что действительно, когда человек остается дома, он уходит в халате. Ну, это так. Халат это аббревиатура. Хувшали, лоты, шлюм. В которую это как бы отдых без оплаты. Это в который, в которую в этот отдых ушли очень-очень много людей 3 года назад. И точно так же ушло и сейчас практически вот октябрь месяц как-то доработали. Многие ушли еще в середине октября. Я говорю о многих магазинах. То есть я, ну, сервис, да. Сфера сервиса. Тем более туризма. Если вы не знаете, если видите меня впервые, то я более 15 лет работаю в сфере туризма. А именно у меня очень узкая специализация. Я специалист по круизам. Продам любому любой круиз. Подберу, соберу. Я с очень многими компаниями имела дело. И в основном у меня специализация это Royal Caribbean и Celebrity Cruises. И все израильтяне знают, что у нас здесь уже второй год подряд очень-очень-очень успешно выплывал корабль по сезонам. То есть летом выплывал корабль на такие небольшие вылазки по Средиземному морю. И это было все очень успешно. И должны были еще быть эти круизы до конца или до середины ноября, если я не ошибаюсь. В общем, естественно, в тот же день, если не на следующий день, круизная компания наша Royal Caribbean отменила, закрыла этот сезон корабль. Уплыл, если я не ошибаюсь, на Кипр. По-моему, на Кипр. Начальник говорил на Кипр. В общем, он там простоял, потому что логистика в круизах, это все очень сложно. Все маршруты на два года вперед они уже определяют. и уже все планируют, все уже начинают продавать и так далее. То есть это очень у нас... Есть уже круизы, которые на 24-й, понятно, год, на 25-й год люди закрывают. Поэтому, естественно, как-то октябрь месяц мы еще худо-бедно, еще как-то там что-то доработали. Ну, естественно, мы занимались рефандами, то есть занимались возвратом денег клиентам, круизы которых отменились и которые отменяли. Очень много людей призвали, очень много людей просто боялись, очень много людей уехали, потому что покинули страну по той или иной причине. Все здесь понятно. И с 1 ноября у нас практически где-то, может быть, 70% фирмы, 70% наших работников всех отправили вот в этот халат. Пока что у нас до конца декабря. Это как немножко там что-то оплачивается. Естественно, это не вся месячная зарплата. Ну, что там оплачивается. То есть нас не поувольняли, потому что никто не знает, что будет завтра. Никто не знает, когда это закончится и вообще, как это все будет. Естественно, естественно, нам кажется, то есть мы думаем, мы вангуем, что после всего вообще израильтяне очень любят жизнь. Как вы уже можете понять, все израильтяне меня сейчас поймут, которые смотрят меня. Но если вы не живете в Израиле, у нас все настолько динамично, у нас все настолько скоротечно и все как-то очень, очень все может поменяться в любой момент. Поэтому мы очень любим жизнь, мы очень любим работать, мы любим зарабатывать деньги, мы любим в удовольствии эти деньги. Не люблю слово тратить, но в общем вкладывать в свой отдых и так далее. То есть мы думаем, что после всего, что после того, как мы вернем все своих пленных и после того, как договорятся, в общем, со всеми, с кем нельзя, я понимаю, невозможно договариваться, потому что с, ну как можно с одноклеточными вообще договариваться. Но в любом случае, мы думаем, что будет какой-то рассвет и будет взлет и люди захотят уже как-то выйти на отдыхе и так далее и тому подобное. Но в общем, пока что так. И, конечно же, всем все понятно, никто тут не возражал, никто ничего не говорил, все понятно, мы все взрослые люди. В школе, что у нас происходит в школе? Школы у нас вернулись, конечно же, не повсеместно, естественно, на юге, если я не ошибаюсь, школ до сих пор нет. Девочки, если кто мне смотрит с юга, из центра, я знаю, что в центре учатся, смотря какая школа, то есть есть, как это называется, гибридная учеба, то есть определенное количество детей может быть в школе, то есть половина недели дома, половина в школе. Ну, в общем, все вообще все это знают, потому что у нас были очень хорошие, господи, прости, как вспомнить, так вздрогну, очень хорошая у нас была тренировка во время пандемии, поэтому как бы все это всем не новое, но все равно никто это не любит, и лучше, чтобы был мир, и лучше, чтобы люди ходили в школу, дети ходили в школу, и у нас до сих пор академический год не начат в университетах, вот девушка нашего сына до сих пор должна была уже в конце октября начать учебу, ничего еще нет, потому что очень-очень много студентов призваны, очень много студентов сейчас служат в армии, и все мобилизованы, и в общем. Как в школе у нас, если, я вообще сейчас очень-очень могу путаться в датах, может быть через, вот все начало 7 октября, может быть где-то в 20-х числах вернули школу, и то у нас школа, в нашем районе очень старая, есть, конечно же, школы уже с убежищами, с бомбоубежищами, которые школы новые, то есть там бомбоубежище, это в центре, например, я разговаривала с своей начальницей, она говорит, у нас в каждом классе есть это, то есть в принципе это не проблема, но опять же, когда вот это вот все, и дети, ну в общем, это все очень сложно, но вот как-то, как-то еще более-не-менее, как я слушала, опять же, это Бен Барух, он очень классный комик, и вот советую, если кому-то, кто-то хочет отвлечься, у него такие классные подкасты, или живые эфиры, то есть стримы, в последнее время, мне прям очень, прям моя душа, он говорит, вернули там в центре, он живет в Батьяне, ну в общем, это центр страны, мама ему позвонила, говорит, ну что, Бен, ты типа отпустил своих, четверо детей, ты отпустил своих детей в эти, в школы, садики, он говорит, мама, я их из Мамада не могу выпустить, потом я сначала выпущу их из Мамада, то есть это бомбоубежище, то есть у нас в каждом доме, опять же, в новых домах, есть такая комната, которая называется Мамад, и это комната, которая полностью сделана из бетона, и это, ну, в общем, мы живем так уже очень много лет, поэтому, вот так это наша жизнь, наша реальность, которую я надеюсь, 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 давайте уже как-то ее изменим, ребята, так вот, он говорит, мама, сначала они меня выйдут из Мамада, то есть из этого убежища, в квартире, потом они пойдут мне на балкон, в общем, это все очень сложно, и каждому родителю страшно, и это все очень, так, да, то есть вернули на школу в какую-то, какую-то среду, Элиана пошла только в воскресенье, и в нашей школе, которая старая, и в которой бомбоубежище постоянно почему-то там утопает в чем-то, непонятно в чем, то есть там что-то связано с канализацией, я не знаю что, то есть там вообще закрыто, и там сделали, то есть родители сами пришли, комитет родительский, у нас в школе еще есть два садика, ну, тоже из нашей системы, вот этой, World of, World of, нашей системы, у нас, Элиана учится в школе антропосовского образования, о котором я хотела еще вам поговорить, и рассказать вам еще полтора года назад, но что-то как-то не сложилось, ну, в общем, не факт в том, а факт в том, что собрались родители вообще общими силами, и сделали, там, если у нас определенная, там раньше была, как бы, типа, как столовка такая, в общем, неважно, сделали, как-то облагородили, и, естественно, проводились с детьми обучение, то есть, такой вот обучающий, такие, если вдруг что, то кто бежит, куда бежит, где, чье место, какой класс сидит, это в нашей школе 6 классов всего лишь, поэтому это как бы начальная школа, поэтому там вот так вот, и то, что я хочу сказать, то есть, если вы следите за мной в инстаграм, то увидите, я иногда там пишу об этом, что, кстати, если вы хотите поближе быть со мной, то вот мой инстаграм, это просто Оля Ви, у меня открытый профиль, заходите, welcome, подписывайтесь, и будем с вами там дружить, если есть какие-то вопросы, можно писать там в личных сообщениях, чего в ютюбе нет, и у нас как бы такое дежурство происходит, как тикбур такой, ну все израильтяне знают, потому что практически во всех школах, даже если есть эти убежища в школах, все равно нужны еще лишняя пара рук, лишняя пара глаз, то есть если что, то чтобы никто там, никакой ребенок не остался под столом, за углом, в туалете и так далее, там подобное, потому что есть дети, которые просто, ну не слышат, есть дети, которые просто, ну я не имею ввиду, что в плане, ну в плане заигрался и не услышал, и не увидел, куда там все побежали голопом, вот, так чтобы не было такого, мы сейчас с родителями, у нас такие как смены такие, по три раза, три смены в день, господи, не могу заговаривать, приходим, там, не знаю, у нас обычно одновременно должно быть где-то 8-7 родителей, где-то так в этом роде, на протяжении всего дня, мы меняемся там периодически, и вот в учительской мы все сидим там, у нас есть Wi-Fi, в общем, конечно же, я первый раз пришла с лэптопом, потом я написала всем прощальные письма, потому что, ну что, я прихожу там, сижу там вот с этим дневником своим, что-то там пишу, какие-то умные, умные мысли какие-то свои пишу, что-то планируешь, сижу, играю в телефоне, и просто провожу там время, и с Элианой там видимся, и ей, конечно, в кайф, что мама здесь, мама рядом, и это вот такое вот у нас времяпрепровождение, и одновременно, как бы, мы общаемся с родителями, ты находишь какие-то общие, ну, то есть так, приходишь, ребенка забираешь, приводишь, нет времени, ни на какие, ни на какие беседы, а тут ты знакомишься с людьми, которые точно так же живут и в нашем районе, и, в общем, мы уже вчера обсуждали, там сидели с родителями, говорили, я говорю, вот закончится война с Божьей помощью, скоро, еще мы будем, может быть, по привычке приходить сюда, в общем, прикольно, прикалываемся там, не знаем, кто там за какой этаж ответственен, то есть мы приходим, там, твой этаж мой, то-то-то, первый, второй, третий, десятый, в общем, не важно, так вот, это то, что у нас происходит, естественно, у кого есть возможность такая, то есть если там люди, которые работают с компьютерами, приходят и там работают, то есть есть, есть вот такая вот помощь, и это очень помогает морально, прежде всего, учителям, которые, ну, у которых очень-очень много детей, на их ответственности, и вообще, вот, это пока что у нас происходит в школах, что я хотела еще сказать, у нас очень, у нас очень с самого начала, вообще для нас, для израильтян, ну в общем, да, в большинстве мира разделился на поддерживающих Израиль и поддерживающих другую сторону, и я говорю, конечно же, тоже о соцсетях, и в общем-то начались тотальные отмены, и начались тотальные какие-то поклонения каким-то разным абсолютно людям, каким-то личностям, каким-то селебам, в общем, я это, конечно, за всем этим так слежу, потому что, ну как слежу, слежу, когда ты заходишь на какую-то страницу, которая обсуждает какую-то попсню, и ты сразу там видишь, там Анджелина Джули сказала это, а тот сказал это, в общем, и начинается балаганье такое. Я на это так очень скептически смотрю, потому что я точно так же, например, там у меня есть подружка, у меня инстаграмная, хотя мы с ней лично знакомы, Верет, которая стилист у нас тут в Израиле, и в общем, она как-то постанула там где-то 10 или 20 аккаунтов, в общем, вот эти все плохие, и в общем, все от них отписываемся быстро, всем кагалам отписываемся, потому что это так сказала, это так сказала, этот выразил свою, значит, поддержку этим Палестине, короче, такой вот балаган, базар, вокзал, и все там начинают, в общем, полный трешняк, и я ей тоже написала, говорю, ты знаешь, говорю, мне не от кого отписываться, потому что я ни на кого из этих вообще, просто он не подписан, я, если, кстати, вот опять же, возвращаемся в инстаграм, у меня нет, я фейсбук, мне кажется, фейсбук это вообще что-то, соцсеть динозавров, простите меня, кто фанат фейсбука, и кто там сидит, и это не для меня, благо у нас сейчас есть из чего выбрать, и точно так же, как вы, вам не нравится какая-то передача по телевизору, у вас есть всегда кнопочка выключить, либо телевизор, либо перейти на другой канал, поэтому всегда, ну, я уважаю выбор каждого, и точно так же прошу уважения моего выбора, то, что я для себя решаю, тут самое главное это взаимоуважение, так вот, у меня только инстаграм, тикток у меня нет, тикток это отдельная история, конечно, да, anyways, и я, у меня открытый профиль в инстаграм, поэтому вы можете пойти и посмотреть, за кем я слежу, тут там половина из всех, даже если может больше половины людей, которых я знаю лично просто, там половина семьи, половина, ну, друзей и так далее, там подобное, то есть я никому ни за кем из этих вот персон не слежу, если мне что-то интересно, если я где-то наткнулась на какой-то пост, да, если в инстаграме есть такая функция, как эксплоры, ты видишь там все, все, что надо и не надо, тебе там то, что следят, зачем следят твои друзья и т.д. и т.п. Если мне что-то интересно, ты зашел, не зашел, короче говоря, вот это вот, мне это чуждо, у меня этого нет, и я, поэтому мне некого было отменять, когда люди просто там, не знаю, были какие-то просто, ну, были в каком-то диком разочаровании от кого-то, у меня этого разочарования абсолютно не было, потому что, во-первых, у меня еще есть такое мнение, что вот, мне кажется, это все так, ну, как-то, как-то не влияет абсолютно на ситуацию, вот, если честно, да, потому что я сама выбрала такой путь, я в своем инстаграм никогда ничего не ставила, никаких лозунгов, никаких страшных видео, вообще ничего такого, что связано, это было, были только мои мысли, были только какие-то, что-то такое, что именно меня заботит, и вот что-то такое очень лайтовое, потому что и так этого всего так много везде в этих соцсетях, и люди, есть люди, которые просто пристрастились к новостям, и которые просто не могут слезть с этой новостной вот этой вот иглы, и еще в инстаграм вот это вот постоянно пустить, причем такое, знаете, в большинстве своем это что-то вообще, которое вообще никак не может повлиять на ситуацию, ну, давайте скажем так, 99% и 9 десятых на ситуацию конкретную не могут повлиять вот этих вот всех, например, каких-то, извините за выражение высеров, каких-то людей очень оригинальных и очень знающих, и очень, которые вообще считают, что их вот это вот мнение, выражение мнения может на что-то повлиять в ту или иную сторону, я считаю, мое личное субъективное мнение никак это не повлияет, ни эти, ни эти не смотрят ваши соцсети, понимаете, то есть это очень хорошо, что Мэйвезер это наш известный боксер, что-то он там помог, это очень классно, когда помогают, это очень приятно, но это не повлияет на ситуацию, у нас как было 30 или по другой информации 40 детей в плену до 16 лет, так они там и остались, вы понимаете, о чем я говорю, то есть это, ну это настолько, настолько это не то, чтобы это, 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 я считаю, что вот еще себя в это вовлекать, я со своей маленькой, очень маленькой колокольней говорю, и я считаю, что люди, которые ставят вот то, что они ставят, ну хотя, вы знаете, я вообще здесь ничего не сужу, никого не осуждаю, личное дело каждого, что он постит в своих соцсетях, но у меня лично, я ничего не постила, потому что у меня вообще ни одного из моих друзей, у меня там их очень мало, но в любом случае не возникало вопроса, кто прав или кто виноват, мне сразу в первый день написало человек 20, Оля, как вы, все в порядке, я объяснила, что происходит, и вот так вот там-сям мы переписываемся, и я показываю, что в принципе вот какая у нас ситуация, и все, я не вижу, то есть я на своей платформе не вижу вообще логичным или вообще нужным ставить что-то такое, то есть, да, то есть если у тебя очень много твоих подписчиков, да, если у тебя какая-то платформа, например, там, да, израильтяне там те же наши, у которых очень много израильтян, то я не вижу, что они сделают хорошего, если они поставят какой-то трэш в своей соцсети, я не понимаю, то есть я, я уже говорила ранее, у меня на мьюти, то есть у вас есть такая опция в инстаграм, ну, либо отписаться, либо поставить на мьюти, то есть, ну, выключить, да, то есть не видеть, то есть вы можете не отписаться от человека, но не видеть его посты или сторис, и у меня, когда я листаю и вижу вот этот вот ужас, я думаю, боже мой, ну зачем мне это, зачем мне это, я и так варюсь в этом, я и так вся на нервах, я и так вообще в этом самосжирании, ну, и в этом, в этом просто каком-то моральном и психическом и даже физическом каком-то состоянии, нестоянии, зачем мне еще это видеть, то есть на меня это никак не повлияет, я очень надеюсь, что вы поняли мою точку зрения, и я благодарна вам за это, за то, что вы меня понимаете, за то, что здесь собрались люди, только те, которые меня понимают, потому что это, я вижу ваши комментарии, и это мне действительно очень-очень-очень-очень приятно. Так же, я как-то не в тему, но в любом случае, корисуючись випадком, я хочу подякувать из щирого сердца, из всего сердца, из всей своей души, те, что девчатка, вы пишите мне в ней украинскую, и, о май гад, сейчас буду плакать, но мне очень хочется подякувать вам, я всегда отвечаю, кто пишет мне украинскую мову, я почти до 19 лет прожила в Украине, и я помню эту мову, эту спевучую мову, я считаю, что это мова одна из самых-гарнейших, которые существуют тут у нас, на нашей планете, так что, велики вам дякую, это все будет Украина. Ну вот, это было маленькое такое было отступление, потому что, естественно, в большинстве своей жизни я говорю на русском языке, и я также училась в школе, которая русскоязычная, хотя уже в то время, в мое время, я 82-го года рождения, уже тогда мы переходили, когда я училась, да, в 89-м, в общем, у нас очень много школ перешло на русский, и в нашем городе Винница, я из Винницы, может быть, кто-то не знал, у нас буквально 3-4 школы остались русскоязычные, одна из них была моя, четвертая школа, вот, Винница, четвертая школа рулит. Так вот, украинские языки, это моя любовь, я, это моя гордость, я знаю 4 языка, я могу на них разговаривать, писать и общаться freely, спокойно, свободно, и украинские языки, кстати, мы сейчас с Ильаной, мы разговариваем иногда на украинском языке, нам не очень прикалывается с разных всяких слов на украинском, я, достаточно так, у меня есть такая, ну, не то чтобы цель, но, если бы, а если она выучит украинский язык, то ей еще откроют двери в польский язык и так далее, там подобное, в общем, язык, это вообще наша, наша, наш, наш багаж, наш чемодан знаний, которые мы в жизни несем с собой, в общем, это очень-очень классно, поэтому учите языки. Итак, давайте же, давайте же, о чем мы поговорили, мы поговорили о соцсетях и об отменах, поговорили с вами о школах, ну, конечно же, антисемитизм, который назревает в мире, и вообще количество, если мы посмотрим, даже зайдем в интернет и посмотрим количество вообще выходок и выпадов антисемитских, каких-то даже, ну, в отдельных, да, в отдельно взятых либо городах, либо странах Европы, мы, конечно же, увидим просто нереальный сильный скачок, потому что, ну, очень многие присоединяются, да, знаете, как, если есть какой-то кипиш, есть какой-то шухер, а что происходит, какая разница, я присоеднюсь, потому что я, вот, надо мне присоединиться, надо мне как-то поактивничать, потому что у нас и так уже все, все настолько уже стали каким-то биороботами, поэтому, вот, давайте, вот здесь у нас есть какая-то демонстрация, я не знаю, кто такие польстинцы, я не знаю, кто такая Газа, я не знаю, что они вообще там делают, я, мне кажется, что Израиль, значит, взял в плен эту Газу и держит ее, и, пожалуйста, освободите ее. Это как у нас недавно в новостях был там носить один корреспондент, который вещает обычно из Лондона, если я не ошибаюсь, и он стоял и вещал, и этот какой-то сзади какой-то там бегает и кричит «Free Palestine! Free Palestine!» Он говорит «Ну возьми, это ж free, for free!» В общем, забирай нахер! Кстати, я вам хочу сказать, что вот сейчас то, что у нас происходит, люди уже начинают задумываться, что будет потом, что будет потом, потому что я уверена, что мы так... Я еще не понимаю, как мы до сих пор этого не сделали, но я уверена, что мы освободим всех пленных, и все когда-то это закончится, потому что, ну, все войны когда-либо заканчиваются. Что мы будем делать с этим куском земли? Что мы будем делать с этими миллионами людей, которых надо кормить? Я, честно говоря, не знаю, и это просто... Это такой, знаете, вопрос. Я не вижу какого-то решения, вроде бы... Ну, мы тоже с мужем очень много обсуждаем. И, кстати, у мужа у нас очень много взглядов. В общем, у нас очень... Мы очень по-разному видим вообще вот этот мир. Я вам уже как-то обмалвилась... Обмал... Обмал... Обмалвила? Обмал... Господи! Я вам уже как-то об этом говорила. У нас очень много с ним таких бесед, которые поначалу у нас были просто взрывы. И я уверена, что это было, ну, очень у всех, очень многих пар супружеских и несупружеских. В общем, это очень-очень сложные времена, которые мы переживаем. Это еще один как бы проверка на прочность, проверка на вообще на все, на человечность, вообще всех нас. И отдельно каждая вот эта ячейка, каждая семья переживает это все по-разному. Так вот, муж мой говорит, ну, конечно же, арабские страны, то есть там Катар бы шлял, если я не ошибаюсь, Гази. Он говорит, ну, конечно, они будут продолжать. Я говорю, да, мне кажется, что нет, потому что если мы там встанем, и если мы там встанем, если мы там как бы там поставим своих, я не знаю, я что-то как-то я сомневаюсь. Но это очень-очень много денег, и эти ребята, которые сейчас как показала вообще все, да, еще в самые первые дни войны. Ни одна арабская страна сказала, ребята, мы ни при чем, мы вас не хотим, и, в общем-то, никто не поддержал. И это, кстати, одно из то, что, в принципе, вот эта вот террористическая организация, она очень на это рассчитывала. И вообще они рассчитывали, что наше арабское население израильское внутри, в общем-то, Израиль, который живет 2 миллиона на минуточку, они тоже что-то встанут. Никто не встал, вы знаете, все как-то сели и подумали, вот у нас есть очень классный такой товарищ-деятель, Юсав Хададу. У нас очень много всяких разных деятелей получают, таки получают свою сцену, как говорится, и получают свое слово, и их слушают, и говорят, боже мой, так есть у нас нормальные люди, есть у нас люди, у которых извилины работают в правильном положении, в правильном состоянии, в правильном направлении. Господи, я уже все, я уже заплетаюсь, уже забываю все слова, но, в общем, есть такой классный этот деятель, он очень классные вещи говорит, и он араб, он христианин, и он говорит, что, вы знаете, вот недавно у меня был какой-то сталкер, который мне каждую неделю, он такой, он за Израиль, он вообще очень, он очень-очень классный парень, если кому-то интересна его деятельность, и, ну, вы можете зайти в его соцсети, его зовут Юсав Хадад, вот, и там, если израильтяне есть, которые меня смотрят, и которые его не знают, я очень-очень вам рекомендую, потому что парень говорит очень классные вещи, прям, я слушала, опять же, подкаст с Бен Бен Барухом, его, и он меня прямо вот здесь вот крутило, и я прямо шла, делала свой спорт, и смотрела его подкаст, который был еще три месяца назад, он там говорил такие классные вещи, что Бен Бен сказал, ты что, правительство говорит, ты что, все это мне там предсказал, в общем, я рыдала, пока шла, и пока слушала его речи, и он говорит о том, что израильские, евреи и арабы должны быть вместе, и должны сообща работать, и жить, и вообще друг другу помогать, и, в общем, очень-очень многие, очень много арабское население поняло вообще, что это за трэш, и что это за звери, и что это, я говорю, да, я говорю, все поняли, о ком я говорю, и вот Юсав рассказывал, он говорит, вот этот вот сталкер, который мне, который мне угрожал мне, и который мне говорил, какой я вообще плохой, и т.д. и т.п. он говорит, он мне позвонил 7 октября, и говорит, чувак, я ошибался, прости меня, я типа с тобой, я передумаю, я обдумаю еще раз мою точку зрения, так вот, что я хотела сказать, наверное, подытожим, так вот, я немножко сумбурно это все рассказала, как-то так у меня был, опять же, открылся поток, я подключилась к потоку, и вот, хотя у меня здесь есть небольшой вот такой вот, небольшие какие-то тезисы тоже, которые я себе здесь прописала, но все равно у меня, как обычно, салаты, в общем, да, и надеюсь, вам было вкусно, салат был вкусный и не пресный. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, что очень-очень многие у нас переосмысливают вообще все, как мы жили, да как мы до этого докатились, как вообще, как мы разъединились, какой фигней мы страдали, мы решали, кому молиться в Йом-Кипур, в центре Тель-Авива, кому не молиться, и, в общем, мы убивали людей на стоянках, потому что стоянка занята, и, ну, как бы, это not ok, и, в общем, это просто трэш и ужас, и вообще тот уровень вообще бытия, до которого мы всем на общей стае никогда не отделяю себя, и говорю, какая я классная, прикольная, мы, я живу в стране гражданином, которой я являюсь, и я всегда обобщаю, я всегда говорю, вот мы выбрали вот это, хотя мы за это не голосовали, то, что сейчас сидит там, но я говорю, мы все выбрали, и мы вот виноваты, мы к этому всему пришли, и сейчас нас так стукнули по башке, и сейчас все об этом говорят, что, конечно, это то, что произошло с нами, это вообще одно из самых страшных вещей, наверное, это самое страшное, что вообще произошло с еврейским народом, с израильтянами, понимаете, мы как бы в Израиле, мы в нашей стране, к которой мы как бы привыкли 75 лет постоянно отбиваться, отбиться от того, от того, от того, но здесь мы проспали, и, кстати, вот это тоже то, что я, меня просто раздирают то, что мы до сих пор никого не допрашиваем, до сих пор, Хотя все говорят, все в одну глотку кричат, что сейчас не время допрашивать, не время разбираться, вот мы закончим. Я очень скептически отношусь к тому, что когда мы все закончим, будет кого допрашивать и будет вообще какая-то информация, потому что все, кто проспал на большими ра, как это сказать, все, кто допустил вот это вот, потому что все говорят, что это оплошность. И еще я уверена, что наши дети будут изучать, наши внуки, наверное, будут изучать в книгах истории вообще, что произошло, как это могло на протяжении восьми, восьми долбанных часов продолжаться. Ты иногда слушаешь такие истории, и тот спас столько-то людей, и этот спас столько-то людей. Ребята, у нас вся страна в камерах. Мы когда еще были на круизе, о котором я скажу, кстати, еще пару слов в конце этого видео, у нас вся страна в камерах. И мы, когда были на круизе, я говорю, приняли закон о том, ну, как, значит, закон, что могут, значит, лицо, значит, опознавать там в каких-то своих целях. Ну, чтобы не было бандитизма и т.д. и т.п. Я говорю, ну, welcome to China, добро пожаловать в Китай. Как вы, ну, знаете, вот все с начала вот этого, с начала войны вообще не понимали, разводили руками, как такое могло произойти, как вот такое, как-то это не состыковка, эти как-то, что-то там. И, в общем, и сейчас начинают всплывать какие-то там, ну, то, что, то, чему дают всплывать, да, давайте скажем так. Когда мы с этим всем разберемся, кто во всем виноват, я, к сожалению, практически уверена, что мы не, точно так же, как мы не разобрались с этими ребятами, которые всех просто этим, которые всех гнали на шмурдяк, да, никто из них не сидит в тюрьме, может быть, кто-то уволился, потому что его совесть замучала, но так-то, в принципе, все, все всех устраивает. То, что у нас люди 30-летние падают просто от разрыва сердца в магазине, все нормально. И у нас, в принципе, такие случаи уже, ну, там, нормальные. Это, ну, просто это все нормально, все нормализовалось. Поэтому я уже, знаете, потеряла как-то веру в правосудие, потеряла веру в то, что всем вот этим, всем бандюгам как-то достанется, ну, достанется то, что им должно достаться, но в этом все, мы виноваты. И я всегда, все, что происходит со мной в жизни, и хорошее, и плохое, я своими ножками и ручками пришла, и прошла, и, в общем-то, я здесь, потому что моя ответственность. И точно так же я вижу, что это ответственность наша, это наша ответственность. То, где мы находимся, мы сами влезли в этот ужас, и мы сами из него должны выйти. У нас есть все, у нас есть все, что надо, у нас есть мозги, у евреев есть мозги, у нас есть друзья, у нас есть связи, у нас есть средства, чтобы найти пути и договориться. Не зря говорят, что все войны, это, в принципе, вот оплошность этих дипломатов и политиканов, которые не договорились или просто не хотели договориться. Так вот, я очень-очень-очень надеюсь, что Израиль станет другой страной после того, как мы закончим. Мы все это переосмыслим. Мы сами с собой, каждый сам с собой сделает, как у нас говорят, наиврите хашбон нефеш, и мы вообще поймем лучше, что такое жизнь, как ее жить, что с этим всем делать, и просто чтобы было потом не стыдно рассказать нашим внукам о нашей истории и вообще, как мы здесь все строили, и как мы здесь обустраивали этот мир, эту страну и вообще все. Я еще хотела поговорить о фильме «Не смотри наверх», ну, что-то у меня как-то уже нету, нет энергии рассматривать эти фильмы. Кстати, у меня была очень такая идея вообще сделать такие обзоры. Я вообще сама очень люблю смотреть обзоры фильмов на YouTube, и, может быть, когда-то, ну, это просто очень-очень в тему, потому что там все тезисы, которые я для себя выписала, я даже здесь в своем рабочем телефоне себе перевела, потому что я посмотрела этот фильм где-то, может быть, полтора года назад, и вот я хочу вам прочесть вот эти вот тезисы, и на этом будем закругляться. «Never Look Up» — это очень-очень классный фильм, который советую посмотреть всем, и вот мои, например, выводы такие. «Наши планеты управляют конченые придурки, все коррумпировано, большая половина людей живые и мертвецы, правду скрывают, людей, говорящих правду, изолируют, материальное неважно, важна любовь, пока мы не увидим собственными глазами, мы не поверим, «Вкус пирога», я не знаю, что такое вкус пирога, но, наверное, это что-то там, что Ди Каприо говорил, и он, значит, помню, когда они там перед тем, как все ушло в тартарары, он еще рассказывал, как важно есть салман, который выращен, значит, в природных каких-то условиях объединения, и у нас на самом деле есть все. Вот мои тезисы, которые я выписывала еще полтора года назад, сразу после просмотра этого фильма, поэтому если вы хотите обсудить со мной что-то такое, то пишите в комментариях, внизу, я всем буду рада, еще два слова хочу сказать про комментарии, я всегда отвечаю на комментарии, даже если это комментарий просто сердечко или просто какой-то смайлик, я всегда-всегда отвечаю, я не всегда отвечаю сразу, потому что я всегда выделяю время и свое состояние, свою энергию на ответ, все, кто хоть раз писал мне какой-то развернутый комментарий, и всегда, когда получал от меня ответ, он знает, что я это делаю от чистого сердца и от всей души, иногда комментарии у меня висят день или два, потому что, ну, я просто не нахожу какой-то такой момент сесть и написать, так, который час-то, господи, без десяти час уже, мне уже скоро надо идти за ребенком в школу, так вот, еще раз благодарю вас всех за комментарии, за поддержку, я вас всех поддерживаю обратно, и я всегда отвечаю, просто не всегда сразу, поэтому понять, простить, и, ну, это такая моя фишечка, я никогда не ставлю сразу сердечко, и, потому что я потом это потеряю, в общем, я это отвечаю в своей аппликации, которая студия, которая для креаторов, и еще хотела анонсировать кое-что, то я хочу анонсировать серию влогов, шесть влогов, шесть, как сует, что это шесть? Шесть влогов, шесть частей из нашего потрясающего путешествия, и я начну, наверное, со следующей недели их просто, может быть, даже по три, по три в неделю, чтобы так, да, чтобы сразу их как-то загрузить. У кого будет время, желание и настроение смотреть, то, пожалуйста, у нас там был такой двухнедельный, ну, практически двенадцать ночей мы плавали на корабле, у нас был one way, мы поднялись на корабль в Роттердаме, и приплыли в Афины, и то есть все, по-моему, там по два дня у меня там такие вот, ну да, ну, логично, вот, по-моему, по два дня это, поэтому следующим выйдет здесь, на этом канале, да, на этом канале будет влоги, ну, так я сделала, я там, кстати, в шестой части, сегодня еще записала за это самое, конец, окончание, потому что как-то у меня этот влог был без начала, без конца, поэтому я там немножко об этом говорю в шестой части, поэтому увидимся с вами во влоге из прошлой жизни, увидимся с вами во влоге с сентября месяца, а пока хочу поблагодарить вас за то, что посмотрели это видео до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всем самого-самого-самого-самого-самого хорошего, мирного неба над головой, приятных выходных, если это смотрите сегодня в пятницу или завтра в субботу, и bye!